Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. Знаю, помню, вы любите тему глаголы движения. И в этом видео мы продолжим говорить о наших любимых глаголах движения. Но в этом видео мы будем говорить о глаголах движения с префиксом пере. Кстати, все другие префиксы с глаголом движения есть вот в этом плейлисте. Итак, думаю, вы хорошо помните, что глаголы движения в русском языке есть двух типов. Группа идти, это движение в одну сторону, и группа ходить, движение туда и обратно. И думаю, что вы хорошо помните, что и слова группы ходить, и слова группы идти, это глаголы несовершенного вида. Но когда мы добавляем префикс, то меняется немного значение, потому что основное значение глаголов движения уже будет зависеть от префикса, и у некоторых глаголов меняется и вид. Так, группа глаголов ходить по-прежнему остаётся несовершенного вида, а группа глаголов идти с префиксами становится совершенного вида. А теперь префикс пере-переходить, перейти, перебегать, перебежать, переехать, переезжать, переносить, перенести и так далее. Давайте по порядку. Основное значение префикса пере- с глаголами движения это перемещение, то есть движение с одной стороны на другую сторону, с одного места на другое место, с одной позиции на другую позицию. Пере- И давайте посмотрим на каждый глагол. Будем смотреть в парах несовершенный и совершенный вид. Переходить- перейти. Мы можем перейти дорогу по пешеходному переходу. Наземному, подземному или надземному. Переезжать- переехать. Обратите внимание, что глагол ездить с префиксами немного меняется. И из ездить у нас появляется глагол переезжать. Жизнь артистов такова, что им очень часто приходится переезжать с одного места на другое. Или же когда вы переехали. Что будет означать, когда вы поменяли место жительства. Например, вы жили в одном доме, теперь живете в другом доме. Или вы жили в одном городе, теперь живете в другом городе. Или же вы жили в одной стране, а теперь живете в другой. перелетать, перелететь. Мяч перелетел с площадки во двор, поменял позицию. Говорят, что раньше было невозможно перелететь Тихий океан. Переплывать, переплыть. Мы будем переплывать реку во время триатлона. Тебе никогда не переплыть на другой берег, он слишком далеко. Перебегать, перебежать. Перебегать шоссе совсем не обязательно, ведь есть пешеходный переход. Переносить, перенести. Помогите перенести стол в мою комнату, пожалуйста. Переводить, перевести. Они не стали переводить деньги в другой банк. Кстати, вот это вот сейчас мы очень часто используем. Перевод. И если вы будете в России, то есть вариант оплаты. Безналичный, наличный или переводом. Еще. Родители решили переводить ребенка из одной школы в другую. А еще у слов переводить, перевести есть дополнительное значение с одного языка на другой. Кто хочет помочь мне переводить субтитры? И раз уж мы говорим про дополнительные значения, то вот вам еще. Она все время переводила тему разговора, что значит меняла тему разговора. И перевозить, перевести. Самолеты постоянно перевозят пассажиров. Из одного города в другой. Из одной страны в другую. Как вы видите, основное значение глаголов движения с приставкой ПЕРЕ – это перемещение движения с одной позиции на другую, с одной локации на другую, с одного места на другое. Ну и раз в этом видео мы уже начали говорить о дополнительных значениях глаголов движения с префиксом ПЕРЕ, то вот вам еще несколько слов. Переносить, перенести дату. Например, нам сказали, что перенесли дедлайн. Это же круто! Что значит изменить ранее назначенный срок или ранее назначенную дату. Переводить, перевести дух. остановиться, отдохнуть, переждать. Подожди, переведи дух и дальше продолжишь свой марафон. Переводить, перевести стрелки. Не переводи на меня стрелки. Пора уже взять ответственность на себя. Что значит перекладывать вину на другого человека. Переносить, перенести. Как вы переносите этот антибиотик? Переносить, перенести. Что значит, как вы переживаете. Как ваш организм реагирует на какое-то лекарство. И сразу переносить, перенести болезнь или переносить, перенести боль. Часто именно про негативные ощущения. Значит, переживать негативные ощущения без последствий. Итак, в этом видео мы познакомились с глаголами движения с префиксом ПЕРИ. Мы узнали, что основное значение префикса ПЕРИ с глаголами движения это движение с одной стороны на другую сторону или с одного места на другое место. И также мы узнали, что у некоторых глаголов движения с префиксом ПЕРИ есть дополнительные значения. Но я, конечно, назвала вам не все дополнительные значения всех глаголов движения с префиксом ПЕРИ. Нет, потому что я жду вас на курсе verbs of motion. Курсе глаголы движения. И в этом курсе вы точно познакомитесь с самыми распространенными, самыми частотными, дополнительными значениями глаголов движения и не только с префиксом ПЕРИ. А записаться на курс вы можете по этой электронной почте. И на этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока, до скорой встречи!